МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доска памяти в первой школе Абакана увековечили выпускников 41-го года. До главного политического события 2013 года осталось всего два дня. К выборам традиционно повышенное внимание, особенно журналистов. И сегодня для них в республиканском избиркоме презентовали информационный центр. Он будет работать в единый день голосования. Напомним, 8 сентября Хакассия будет выбирать главу республики. В прошлый раз губернатора назначал президент России. За право занимать кресло главы региона борются 6 кандидатов. Кроме того, жители республики выберут депутатов Верховного Совета 6-го созыва, 9 глав исполнительной власти и 89 депутатов Советов различных уровней. Контролировать ход выборов будут общественные наблюдатели. Кроме того, каждый желающий житель республики может виртуально побывать на большинстве избирательных участков. Для этого нужно зайти на специальный интернет-сайт. Сегодня на канале «Россия-1» мировая премьера проект «Хит». Впервые в истории шоу-бизнеса будут соревноваться не вокалисты, а сами песни. Их авторы прислали из разных уголков страны. За победу поборется и наш земляк, юный музыкант из Минусинска Никола Дмитриев. В гостях у автора потенциального хита побывала наша съемочная группа. С музыкой на «ты» Никола с раннего детства. Родители шутят, что петь он научился раньше, чем говорить. В свои 13 лет юноша сочинил более 70 музыкальных композиций. На конкурс он отправил песню на стихи своей мамы. Действительно это уникальное событие, когда звезды сами ищут песни. Обычно люди показывают свой голос, а тут люди показывают именно свои песни. Самые лучшие песни шоу-хит прозвучат в исполнении звезд нашей эстрады. Артисты всегда мечтают открыть для себя нового автора. Николай Басков, Валерий, Сергей Лазарев, Анни Лорак, Мали и многие другие. Все они надеются найти свой хит и завоевать с ним победу. Кому из них попадет наша песня, это имеет большое значение. Потому что тембр у всех разный, манера исполнения у всех разная. Но эту песню, наверное, нельзя прокричать, опять же. Поэтому очень много должно совпасть. Уже сам факт, что песню Николы Дмитриева выбрали для участия в проекте своего рода победа. Анкеты на кастинг шли со всех концов России. Всего 20 тысяч вариантов. Жюри для участия в программе хит отобрали 30 самых талантливых авторов. Наверное, самым интересным получается какая-то проекта. Потому что я на нем значительно вырос как композитор. И я не знаю, конечно, почему, но почему-то значительно вырос, в том числе и как исполнитель. Проект хит будет выходить в эфир по пятницам в 21.00. В каждой программе участвуют 6 авторов. В финал выйдут только двое. Поддержать понравившуюся песню просто. СМС-голозование будет идти в течение следующей после эфира недели. Именно зрители будут выбирать, какая песня продолжит борьбу в финале и кто из авторов станет открытием года. Сегодня в первый рейс отправился мобильный диагностический центр для проведения диспансеризации сельского населения. По программе модернизации здравоохранения Хакассия приобрела две мини-поликлиники на колесах за 17 миллионов рублей. Второй медицинский автобус займется в селах диспансеризации детей. Первый пункт назначения у Стебаканский район, село Солнечное. Диагностический центр смонтирован на базе автобуса ПАЗ. Салон полностью переоборудован под врачебные кабинеты. В одном из них разместилась лаборатория. Современное оборудование позволяет делать все основные анализы, в том числе и биохимическое исследование крови. Результат готов буквально через две минуты. Получив его, пациент идет дальше по врачам. Прием ведут офтальмолог, УЗИ-диагност, терапевт и гинеколог. Не каждый у нас в Солнечном имеет транспорт, чтобы вот так вот тут свободно сесть и поехать на анализы. В общем, мы довольны. Доска памяти учеников, ставших героями, появилась в Абаканской школе номер один. Речь идет о выпуске 41-го года. В числе 56 ребят сразу после выпускного ушедших на фронт был и Леонид Козласов. Почетная табличка нашла место у 41-го кабинета. Именно отсюда ушли на войну выпускники первой школы. Ставший позже известным историком и археологом Леонид Козласов попал в танковые войска. Его родственникам два раза приходила похоронка с фронта, но все же Козласов вернулся живым. Из 56 выпускников первой школы 41-го года с войны пришли 37 человек. На открытие доски была приглашена родная сестра Леонида Козласова. В то время мы, ну я себя считаю тоже недалеко, потому что я брата на три года младше. Дело в том, что мы в то время не думали о материальных таких благах, о роскоши. Мы не думали, мы думали о родине, мы были патриотами. Мы только знали, если вот мы здесь, в этом училась я дальше. Когда война была, здесь был господин, мы приходили сюда. Мы ушли отсюда, в небольшие домишки в школе, классы открыли, и мы сюда приходили, с ранеными занимались. И прежде чем попрощаться, напоминаем, завтра в Хакасии день тишины, запрещена любая агитация. А в воскресенье состоится голосование. О том, как оно проходит, мы будем информировать в прямом эфире. Смотрите наш специальный выпуск в 14 часов 20 минут в воскресенье. Увидимся!